Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях начальник управления по молодежной политике Марии Ярославля Максим Цветков. Максим Александрович, здравствуйте! Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о фестивале достижения молодых. В этом году фестиваль исполняется уже 5 лет, насколько я знаю. Давайте вспомним, как все начиналось и как вообще возникла идея проведения такого мероприятия. Идея возникла на самом деле не на пустом месте, потому что мы понимали, что есть много конкурсов, в которых могут проявиться отдельно творческие люди, где-то могли проявиться руководители, где-то много конкурсов существовало для лидеров, общественных объединений и так далее. Но не было какого-то единого фестиваля, единого конкурса, где в принципе любой молодой человек, у которого есть достижения, у которого есть успехи, победы, мог бы о них заявить. Это была наша первая цель создать такой конкурс. Ну а второе, нам хотелось просто очень сильно продолжать свою комплексную работу по формированию позитивного имиджа молодых людей, по формированию вообще позитивного отношения к молодым людям. Как вы считаете, почему молодежи стоит участвовать? Ну я думаю, потому что на самом деле у нас очень много молодых людей, у которых есть достижения, есть успехи, есть победы, но не всегда они хотят об этом заявлять. То есть они остаются все равно образцом для определенной категории населения. Мы хотим, чтобы они действительно, чтобы о них говорили, о них знали. Ведь наша цель не только организовать конкурс, мы на самом деле продолжаем работу в течение всего года. То есть победители потом, они появляются на билбордах, на плакатах в городе. Мы снимаем о них совместно с нашими партнерами телевизионные передачи. Мы рассказываем о них через средства массовой информации, через интернет-порталы, чтобы о их достижениях действительно знали, чтобы было на кого равняться, чтобы они действительно выступали в роли образцов для остальных молодых людей. А давайте уточним, кто вообще имеет право принимать участие в фестивале? Есть ли какие-то ограничения? Ну, ограничения на самом деле только возрастные. Это первое. То есть мы рады видеть всех участников в возрасте от 14 до 30 лет, включительно на момент подачи заявки. Поэтому всех и учащихся школ, и студентов, и работающих молодежь мы с удовольствием будем видеть рады в качестве участников. Ну и, конечно, второе, чтобы у человека за последний год были достижения. Достижения в той номинации, в которую он выберет заявиться. Номинации на сегодняшний день 9. То есть это, мы можем перечислить позднее, наверное, для участников, да, это номинация открытия года, это номинация общественный лидер года, профессионал года, творческая личность года, молодой предприниматель, это волонтер года, новатор года. И вот как раз та самая интересная номинация, в которой в прошлом году никто, к сожалению, не заявился, это поступок года. Мы уверены, что у нас есть молодые люди, которые в Ярославле совершали поступки в течение последнего года. Может быть, кто-то спас кому-то жизнь. Кто-то, да. Но, скорее всего, может быть, они не узнали на тот момент. На тот момент о конкурсе. Может быть, были какие-то другие причины. Может, постеснялись. Потому что, как правило, герои, они ведь не такие люди, которые готовы заявлять о своих. Поэтому, если вы знаете таких людей, мы будем рады, если вы кого-то подтолкнете к участию в конкурсе. Подведение итогов происходит в двух категориях, как я говорил. То есть первое – это экспертное признание, экспертная комиссия, которая определяет победителей уже с формирована. В том числе туда вошел главный редактор вашего портала 276.ru Жанна Уткина. И эксперт каждый работает с теми пакетом документов, которые у них есть, выставляет свои баллы, выставляет свою оценку, формирует свое мнение. И затем, соответственно, каждый эксперт выносит свою лепту в определение результата. То есть экспертная комиссия определяет номинацию Гран-при, то есть главного победителя. И возможно, что в каждой номинации будут определены еще и лауреаты, как в прошлом году это и происходило. Ну а кроме того, есть еще победители в номинации в категории «Народное признание». То есть информация обо всех участниках будет размещена на портале yorkom.ru. Каждый сможет туда зайти, познакомиться с историями и с портфолио участников. Ну и, соответственно, через СМС проголосовать за того или иного участника. Кто наберет больше СМС, больше голосов, тот, соответственно, и победит в номинации в категории «Народное признание». Давайте немножко еще приоткроем секрет. Все-таки этот фестиваль в некотором роде юбилейный, пять лет. Может быть, для победителей какие-то особенные сюрпризы приготовлены? Ну, сюрприз, наверное, на то и сюрприз, чтобы о нем узнать в последний момент, чтобы он действительно стал сюрпризом. Мы постараемся приготовить сюрпризы, которые будут приятны участникам. Но главное, наверное, мы не разыгрываем автомобили, не разыгрываем каких-то больших денежных призов. Для нас главное, чтобы об успехах людей знали. Это первое. Во-вторых, конечно, каждый участник получит красивые стеллы. Каждый раз это какой-то новый дизайнерский шаг, новое дизайнерское решение. Красивые стеллы, которые будут из года в год напоминать о победе и об успехе. Ну и, кроме того, мы каждый раз готовим для каждого участника действительно подарки, сюрпризы, приятные мелочи, которые каждому приятны. Редактор субтитров А.Семкин